Девушки отдыхают Чёрными разведчиками. Говоря о чёрной разведчике, я, к сожалению, не имею в виду морскую пехоту в их солидной чёрной форме и беретах, а всего лишь двух негров. Но есть плюс в этом. Их хреново видно ночью, и говорят, они не чувствуют боли, к тому же очень быстро заживают благодаря эволюции. Справочник по коктейлям Молотова. Повышение эффективности зажигательных бомб. Конституция. Надежность и эффективность любого зажигательного устройства во многом зависит от его конструкции. Боже мой, какая, сука, глупость. Тут, наверное, в этой статье объясняются, почему бутылка из-под водки для коктейля Молотова подходит лучше, чем бутылка пластмассовая из-под кока-колы. Так. Кокаин. Кокаин. Ох ты, какой тут телек солидный. Как на него вообще можно что-то смотреть? На хрена он настолько широкий? Просто, не знаю, это самый прямоугольный телевизор, который я видел в своей жизни. И тень на этом телевизоре как бы намекает, что сглаживанием... Либо в этой игре вообще нету сглаживания, либо вместо ставень на этих окнах какие-то пилы по дереву, сука, приделаны. Такие лестницы. У-у-у. Так, ничего нет, ничего нет, ничего нет. Картина с перчиками. Боже мой, какая прелесть. А что, фиолетовый это тоже перец или это баклажан тут в конце пририсовали? Интересно как... Ну, кто я такой, чтобы учить какого-то юного художника? Так, подожди. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. Осторожней что? Чувак, подожди, я колоночки не прибавил. Ни хрена не понял, что ты сказал. Благо, что хотя бы один из них одет в белое, и я его постоянно вижу на экране. Так, а здесь вот, наверное, опять нож придется потратить, да? Ну да, в такие двери всегда надо втыкать ножи. Рядом. Круто. Чё крутого-то? Я матерый домушник, оказывается. Так, кресло-качалка. Вот это телек просто царя. Вот это что такое? Странные разводы идут кругами от середины. Это точно телевизор? Это точно экран? Да, нахрена он такой здоровый? Изиолента. Изиолента вещь полезня. Так, мне надо... Фу, блин, нож, наверное, сделать. А то один нож, это не солидно. Вдруг щелкуны как повалят. Хотя, может, негритос отлично их убивает. Не знаю. О, читать. Элли, я тебе комиксы нашёл. Клёво. Клёво. Не клёво, а спасибо, ёпта, большое. Читать. Дикие звёзды. Глубокая фаза. Глубокая фаза. Никогда о таком не слышал. Эрмор. Смотрите, вон танчик и Эрмор. Надо было дописать Эрморт Варфейр. Рекламы много не бывает. Февердрим. Саврей Штар Райт. Ну, я не знаю, что это такое. Блуд Самурай. Виндиктив. Виндиктив какой-то. Вообще не знаю, что это такое. Хэйр Трайгер. Но это перевозчик, по-моему. Обложка фильма «Перевозчик» была. Вот именно так она выглядела. Вениганс. Фуринг. Ну, это вообще Райли Фриман из Гетто. Кармак. Фьючер Танк. Не знаю, кто жил в этой комнате. Плакаты у него абсолютно на разную тематику. Он не танкист, не анимешник. Вообще непонятно кто. Ага. А вот, собственно, и самое ценное. Патрончики. Дымы какие-то. Давай бабушки на очки тоже заберем. Походу ей один хрен не понадобится. Еще таблетчики. О, хилочки. Ничего себе. Да, банка ананасов, конечно, как и в реальной жизни. Лечит только витаминами и то чуть-чуть. Шестьдесят пять. Отстойно, чувак. Скорость создания. Давай, может, скорость лечения. Потому что что-то ты очень хреново лечишься. В бою практически нет шансов успеть полечиться с такой скоростью. Накладывание каких-то обоссанных бинтов. За это время грамотный хирург операцию уже по смене пола может сделать. Блин, чувак, я реально только по силуэту тебя вижу. Ты можешь не ходить по темным углам? По-братски. А то мне кажется, что на меня какие-то демоны нападают. Да, гамма в игре, конечно, вообще неправильная. Ее не настроить, не осветлить. Не шумите. Не подходите к окнам. Я сомневаюсь, что они за ревом мотора нас услышат. Не подходите к окнам, и все подошли к окну. Негр, почувствуй свой авторитет. Тебя никто не слушает. Оптимуса Прайма он трансформирует. Трансформирует. Активация. Белый всегда прав. Берем только то, что нужно. Точно. Блядь, у вас какие-то другие неправильные правила. Эли, Эли, хоть... Эли, да заткнитесь, блядь. Эли, короче, мы берем с тобой байки и едем на них. Вот ты поедешь на вот этом чопере с низкой посадкой и квадратными колесами, а я возьму... А я возьму вот этот грузовой байк. Я думаю, что мы довольно быстро на них выберемся из города, но всяко быстрее, чем пешком. Я вообще не понимаю, почему в мире Армагеддона... Ну, на велосипеде теоретически можно спастись прям вообще идеально. Велосипед ездит бесшумно, зомбарей не привлекает. Ну, если вы, конечно, цепь смазываете. Просто заехал куда надо, обшмонал что надо, сел, к ночи уехал, все. Какие нахрен машины? Бензин искать не надо, блядь. Почему во всех фильмах... Во всех фильмах все стремятся найти себе машину. Ведь это заметно. Она требует обслуживания, которое невозможно провести в условиях постапокалипсиса. Ну, реально. Постоянно бензин искать надо какой-то. Что-то там проколешь. Ремень ГРМ порвется, все. Ты пешеход. Элли, я нашел, где ты будешь жить. Иди посмотри, мне кажется, твоего размера домик. Блядь! Сейчас, чувак, я заряжу. Вот так надо стрелять, Маугли. Учись. Что, домик не будем обыскивать? Может, там есть игрушечный пистолет с присосочками? Слушай, чувак. Слушай, вы все с пушками. Хер ли вы за мной идете? Идите и убейте их. У вас... Ай, блядь, я перенервничал. Все. Сос! Нет патронов, чувак, надо. Да, у него пушка. А у нас что, блядь? Прижми его! Я Элли к двери прижал, я не могу еще его прижать. Сейчас я... Опа-на! Эдшот! Ну это было просто вообще, просто бог. Смотрите как... Это кто был-то вообще? У него что, пушка не заряжена, что-то, чувак? Ну, мы могли добить его и в рукопашную, но... Получилось. Тоже неплохо. Да, было бы еще чудеснее, если бы ты по движущимся целям попадал, а не по тем, кого я уже и так нагнул. Сейчас, сейчас, дети мои, сейчас, я тут подзаряжусь. В общем, короче, мой план на выживание в случае зомби-вируса, хрен знает что за апокалипсис, это зайти в музей, в музей истории и одеться в рыцарскую кольчугу, как минимум. Ну, если латы мне по размеру жать будут, преимущественно в области шишки, конечно. Вот, и на велик сесть. Я думаю, что с рыцарской пикой, да на велике с разгона я буду ушатывать просто, просто ваншотами кого угодно. Так куда мы, блядь, идем? Где мой уголечек? Я его не вижу. Наверное, мне надо подойти к решетке и увидеть машину, которая там колесит. Черт, нет. Мы вышли сюда, тут была перестрелка. А, о! Ничего ты, Спайдермен, а как ты туда? А-а-а! А детей, то есть, я буду подсаживать, да, в том числе? Нет, смотри, они сами. Ну, этот понятно. У этого в крови паркур. Эль тоже молодец. Не будем ее обделять вниманием. Что? Ой, блядь. Так, меня, походу, не заметили, а вы сами как-нибудь. Мне кажется, что в случае после апокалипсиса со мной путешествовать ни одна телка не захочет. Как ему в левый глаз? Бля, ну хули ты в меня отстреляешь? Нас тут до хера. Двое из нас черные, блядь. Почему я? И он опять бежит ко мне, причем. Негр мешает мне бить белого человека. Он все еще думает, что его за это арестуют. Да, наш тандем крайне печален. Дай-ка я забинтуюсь хоть. У меня нету аптечек, у меня нету нихрена. Как жить-то, господи? Негр, у тебя спиртное есть? Мне надо срочно. Срочно скрафтить хилку. Нам сюда. Или принять внутрь. Это не опасно. Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Ну, хороший вопрос. У одного убитого забрал. И сразу понял, от какой двери он, да? К какому замку он подходит, не так ли? Что-то не верю я этому угольному. Лукас Риас. Тут еще мексикосы, блядь, ходят. Вообще идеально. Тебе 14? Почти. Тебе 14. Ну, почти. Он там Эли клеит, что ли, слышишь? Тут хоть и Армагеддон, но я по-прежнему против кровосмешения. Хотя с Холли Берри я бы кое-чего смешал, конечно. Такой шалун. Сюита 3000. Отлично. Или суета. Как-то посветляла в этой комнате. Светлогорница. Так, Сакака, что написано? В W13 бонус you the best. Видимо, какого-то рэпера поздравили, блядь. Сука, с днем рождения. Так, что у нас здесь? О, пока в лесике. Кетчуп. Нет. Кетчуп не еда. Им лечиться не получится. Снова кофеварка от фирмы Брево. Ух ты! Как в космосе. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Что? Что? Как в космосе? Акустика? Учись, пока я жив. О, тёлочка. С ребёнком, ладно. Проехали. А это пройденный этап. Так, подождите. А чё? Тут чё? Вообще в такой огромной комнате нету лута. Вот. Директорский кабинет. По-любому здесь где-то чё-то. Но, сука, не записка же. Записка о... А что? О суде? Мы устроили суд над подростками, убившими семью беженцев. Я был уверен, что их накажут за нарушение кодекса. Вместо этого босс заявил, что они занимались снабжением группы. Я не поверил своим ушам, но это было ещё не всё. Он приказал нам всем охотиться на выживших и приносить их пожитки в лагерь. Все надолго замолчали, потом мы начали расходиться. И тогда двое наших закричали, что они протестуют против нового закона, что босс не имеет права давать такие приказы. Что они сражались не за это, а потом их единственных, кто осмелился проявить хоть какую-то совесть, убили на наших глазах. Больше протестов не было. На следующей неделе моя очередь идти на охоту. Скорбь, печаль, пахуизм. Вот мои основные реакции на подобные записки. Нет, конечно же, это атмосферно. Это атмосферно, прям как вот эти часы. Раньше они назывались электроника что-то там и были очень распространены в советских квартирах. Ой, какой у кого-то страшный ребёнок. Вон тот, видите, на джуниора похож. Это точно конец света. Это у черномазок свои кабинеты. Еда у них есть. А, приятно познакомиться, Джоэл. Ночи, короче. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу. Одиннадцать человек. Сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баиньки. Ну я же говорю, ночью ждут. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадёмся. Да сколько дней ты сидишь в своём кабинете? Будь спокоен. Мы все выберемся. Будь спокоен. Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набила? Ты на что это, блядь, шоколадная морда намекаешь? Да вы идёте. Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Да. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и всё-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что, с братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. С братом? Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Он так и грызнулся, как будто я, блядь, его воспитывать учу. Ёб твою мать. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там. Завтра. Если вы хотите с нами, идём сегодня ночью. Даже не знаю, как бы деликатнее спросить. А у других задницы какого цвета? Если там ваша чёрная банда, я думаю, нам лучше в неё не вливаться. Но дискриминация будет везде и всегда, при любых обстоятельствах. Он говорит, нам пора. Я верю в Эрика Картмана. Помните, когда он в аквапарке остался единственным выжившим на плоту с мексикосами и стал орать, что доктор. Несите нас, ноги чёрных рабов. Здесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Что пробовал-то, блин? Ты старик. Надеюсь, ты знаешь. Ты уже пробовал с тропом? Да. Рад слышать, старик. Вот это по-мпацански, да? Да ладно, даже Дэдпула вон в жопу драли. Вообще классно. Сразу захотелось этот фильм тупой выключить. Вообще говно. Где же, блядь, в каком месте это юмор? Ладно бы, ну, аллегория, типа на 8 марта мужиков ебут в задницу. Как смешно, боже мой. Минимализм. Кни... Что-то для... Книга про минимализм как-то слишком крупновато, блин. Сразу видно, основную тему она не раскрывает. Давай сначала вверх, я не знаю. Понятно. Хорошо, что здесь нету шкалы выносливости, что странно. То, что Джоэл Пенс явный, он должен еще меньше, чем Себастьян Кастелланос выносливости иметь. А он бегает просто бесконечно. Интересно, если устроить между Кастелланосом и Джоэлом соревнования по стрельбе, у кого из них окажутся руки более кривые. Ты же впереди хотел идти. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Да, они где-то здесь. Раз, два, три, взяли? Смотрите, руки черной гориллы как быстро его прикончили. Видно, ему не впервой убивать белых. Есть. Все, пошли. Пошли, а куда мы идем? Ну, видимо, не на улице, да? Подожди, подожди, подожди. Блин, на видео, наверное, нихрена не видно будет. Надо ходить с фонариком. Опа, на. Он сейчас спалит трупы. Ему похуй, что тут два его друга лежат мертвых. Он идет, как танк вперед прет, никак на них не реагируя. Что ж, правдоподобно. по закону волчьей стаи, каждый сам за себя. Щелк, щелк. Я буду, блядь, щелкуна симулировать. Как они там делают? Блядь, как они, чем они щелкают там? Ебалом щелкают, чем же еще? Держи его, вон он там. Щелкун, пожалуйста, живи, отвлекай их. Я верю в тебя. О, блядь. Есть! Уноси готовенького! Мне кажется, они прострелили черную задницу нашего нового друга. Не подумайте, что я расист. Мне просто нравятся шутки про негров. Реально, в последнее время черные комедии самые смешные. Я поищу здесь. Внизу посмотри. Даже не знаю, что там Гитлеру не нравилось. Нормальные ребята. Айскьюб, фифти сент, Майк Тайсон. О, на ловца и дверь, на ловца и зверь бежит. На ловца и дверь скрипит, блин. Так, ну чё? О, ещё один. Нихера, я тут удачно присел. Нас заметили. Это тебя заметили. Я тут вообще по стелсу всё делаю. Ух ты, блядь. Как много с меня здоровья сняли только что, просто пиздец. В очередь, сукины дети, в очередь. Он что там из пустой руки целится? У него в руках ничего не было. Всё, разобрались. Да, всё разобрались. Я опиздюлился, вообще не слабо. Говнюк ты, блядь. Весь стелс засрал, мудила. Я просто идеально всё делал. Ой, блядь, связался с неграми жди беды. Ёп твою мать. Чувак. О, скажи спасибо, что я где-то нашёл три грамма алкоголя и могу аптечку сделать. Перевязать свою белую задницу. К сожалению, моё здоровье плетьи плантатора не закаляли веками. Генри, помоги ко мне. Генри. Мига, давай-ка поднамяжем на ворота. Ой, блядь. Да, чем мы запрём? А, о, не-не-не, бежим, 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 нахуй отсюда. Эти ворота, я не думаю, что... Сука, кто его с моей мушки убрал? Есть. Ну, пошли. Ну, видимо, я опять подсаживаю, херли. Джоэл, у тебя что-то краснодарским рубашка попачкалась. Сука, у него что там кирпичи в рюкзаке, что ли? Чё он кряхтит? Сейчас шоколадные, чувствую, нас киданут, блядь, через хуй. А, чёрт! Быстро, быстро! Заперты! Отлично, я в пролёте. Элис, толстожопая змея. На хрена? А? Ты мне нужна, брелочек. Брелочек, ты мой ненаглядный. Быстрее, Джоэл, бля, пожалуйста, напрягиби. Туху, чувак, жопу прострелят. Пизда мне, по-моему. Нет, смотри. Но это бред полный. Пули они тупили. Да, и, конечно же, пластиковая ролета, блядь, пуля непробиваемая. И как выбираться из этой жопы? Жопы? Что за выражение, юная леди? Не жопы, а задницы. Как выбираться? По кишке наружу в сторону света. Мне кажется, там наших шоколадных друзей сейчас оприходуют. Они как раз где-то там. А, блядь, это нас сейчас тут оприходуют. Может, пусть Элия оприходует, а я хоть спасусь? Какой у него хмурый взгляд. Посмотрите, это просто Джейсон Момоа идёт. Сказать, что я сейчас охуел, это ничего не сказать. Что происходит, блядь, вообще? Я думал, они на неё не реагируют. Они-то на неё, может, и не реагируют, а она на них среагировала просто. Сука. Сука, ты чё? Как он так быстро бегает-то? Оп. Да, блядь. Элия, дай я уйду нахуй с ней. Экономия патронов, детка, экономия патронов. А чьи это у нас там почки? Хана теперь урод. А до этого ты меня убить не собирался, да? Придурок. Обычки тут всё. Круто, да? Лучше мы их, чем они нас. Очень? Эли, молодец. Горжусь тобой. Твоё нападение. Это что-то. Блядь, хилок нет. И это меня очень печалит. Так, ну что, тут светло. Ну, я по второму монитору смотрю, как оно. Что-то каких-то мы бомжей расстреляли, по-моему. Это не члены этой банды. О, таблеточки. Ну, лучше бы, конечно, синька или патроны. Мне сейчас вообще совет, что... Что это вы мне посоветовали? Тележку убрать? Вы мне посоветуйте лучше, как мне выжить? А уж как пройти, я уж найду. Советчики хреновы. Причём это не самое непонятное место в этой игре. Может, мы наверх? Да, и нахера? Давай болзком. Ух ты, моя кошечка как прорезла. О, бляха, ну, ха. О, блядь. Ну, конечно, из пулемёта хуй попадёшь, да? Под движущийся... О, попадают! Хорошо, что они рукожопые по полной программе. Что, Джоэл? Джоэл старый, бегать не может. Притянуто за уши, конечно, но да ладно, игра все. В кино я тоже не понял, как в Тома Круза, блядь, не попадают. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, уделяю. Прыгнуть! Чувак, она дело говорит. Надо было в тачку сесть и в тачке прыгнуть. Поможешь не плыть? Эли! Если бы мы упали в тачке, удары бы не почувствовали, наверное, ну, пристегнулись бы, а потом отстегнулись и выплыли из тачки. Мой план божественный. Сука, а что эти негры? Куда они делись? Они же по мосту хотели пройти, а там дыра. Я надеюсь, их убили. Я желаю им зла. Проклятые негритосы, я знал, что они нас подставят. Но знакомство наше было крайне недолгим. Генри! Сука! Вы что, блядь, живы, что ли? Мы живы. Генри, ты лучше беги. Сейчас тебе будут, походу, ёблобить. Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже наклебались воды. Нафиг. Ты охренел, что ли? Где удар-то? Генри! Слушай! Спокойно, Сэм. Ничего он мне не сделает. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Я жму на выстрел. Вы не хотелось подыхать. Нет. Я был уверен, что вы... Блядь, наверное, пули намокли. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нас обоих. Мы бы утонули. Мы бы там не плавали, если бы не он. Да все нормально. Не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Угу. Ты тоже не поверишь. Мне жаль, что тебя куклы-ксклан не поймал. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Да, еды, блядь. Конечно, еды, душ и шлюхи. Мы посмотрим по окрестностям. Что тут есть? Вот это мощно. И что тут есть, блядь? Коренья? Нормально. Пошли искать радиовышку. Я предлагаю вооружиться лопатой. Не зря же она тут блестит. О, крабик. Побежал в армату играть. Он там корабль. Может заглянем? Да, может мы на нем поплывем, блядь. По-моему, это самое графонистое место за всю игру. Что-то этот корабль конкретно засрали. Еще, по-моему, здесь пару русалок шкуры сбросили. Ну, разве что это корабль? Ну, хоть что-то. Записка. Так, что ж, похоже, я слишком долго бегал от судьбы. Моя морская прогулка подходит к концу. Ты еще и в море на этом плавал. Припасы на исходе, кораблю уже давно пора в ремонт. И знаете что, рано или поздно это все равно бы случилось. Так что придется вернуться к людям и посмотреть, что от них осталось. В конце концов, хуже быть уже не может. Если найдете мой скелет, постарайтесь с ним наступать на череп. Спасибо, Иш. Нахуй мне твой череп. Эли, я вроде нашел твои любимые комиксы. Так, античастицы. Про негров комиксы-то. И там чувак белый в короне, как бы, его держит. Но я думаю, что капитан Иш все полезное забрал с собой отсюда. Искать тут, в общем-то, нечего. Что? Что-то близко. А куда Эли делался, я не понял. А решетки это роколовки, судя по всему. Джош Шеффлер. Наверное, это разработчики увековечивали свои имена на этих медальончиках. О, буй. Ну, палка нахрен мне не нужна. Тут не пройти. Я уж думала, ты его пристрелишь. Чуть не пристрелил. Сам так думал. Нормальные ребята. Даже хорошо, что они идут с нами. Да, ты права. Раньше у всех были корабли. Да, бля. Видела бы ты мою яхту. Посмотрим, что там. Где там? Мы были на корабле, ничего там нет. Бля, эта вода льется мне в трусы, я уверен. Это не очень приятно. Наверняка сквозной туннель. Да, через парашу. Ну, ты молодец. А это кто? Не ишь ли это? Нет, не это. Нет, не ишь. Ааа, бля. Ну, давай. Полезем. Да, вместе. Давай. Пропахнем ароматом французских духов. Лезьте пока держим. Да, только на этот раз я первый полезу. Он у тебя в жопу шоколадный. Ты какой-то ненадежный. Держу. Ты читаешь мои мысли, братан. Теперь ты. Ага. Ага. Вырубаем фонарик. Сэм, не ходи. Знаю. Наконец-то усвоил. Очень тихо голоса их, блядь, истошные впереди. А бега мне не дают. Шикарно. Куда нам? Чё шикарно, какашку нашёл. Джоэл, давай глянем, что там. А мы тогда в ту сторону. Блядь. Ну, давайте держаться вместе. Почему, когда негры с белыми выживают в какой-нибудь херне в фильмах, они постоянно разделяются. Чуваки, здорово, мы снова встретились. Похоже, здесь можно пройти. Видите? Пошёл в жопу. Не идёт. А ты с разбегу попробуй. Оторви решётку, я заползу и открою дверь. Сейчас я разозлюсь, позеленею и оторву. Да ладно, а как он это сделал? Давай, шевели жопкой. Интересно, кто... Кто подкатил этот ящик к двери, если там никого нет? Он чё, тоже через вентиляцию... Вентиляционную решётку выходил? И... Валя! Да-да, найдём печеньку, дам тебе одну. Удобрение. Думаешь, они с нами дойдут до Томми? А, я не знаю. Как говорится, поживём, увидим. Я не знаю, но негры выносливые. Меня не было всего пару месяцев, а мир, не теряя времени, скатился в полное дерьмо. Все вокруг заражённые, здоровые только и смотрят, как бы тебя убить. Ешь других, а то съедят тебя. Даже удивительно, что я до сих пор жив. Канализация относительно безопасна. Входов мало, их легко оборонять. А если кто и полезет, то быстро заблудится. А я помогу. Я хоть и слабый, но шустрый. Наверное, мне и правда стоит остаться здесь, пока наверху не станет тише. Что ж, значит, придётся побыть кротом. Ишь. Живучий ушлый засранец. Ишь этот, хочу заметить. По-моему, у меня бомб можно накрафтить уже, сука, на войну. Да, и коктейли Молотова. Я, в принципе, готов ко встрече с Шилкунами. Хотя у меня всего один патрон дробовика, но я могу забросать их бомбами. Которые, конечно же, херово, правда, взрываются. И вообще непонятно, как они работают. Они очень долго лежат, дымятся, и ничего не происходит. О. Нига прям чуял, где выходная. Вообще, выход сзади нарисован. Можно тут вылезти? Подвижная платформа. Стой чистым написано или что? Стенд клир. Нет, куда не доберёшься. Я не умею плавать. Ой, ты не один такой. Ага. Может, из вас двоих, блядь, хоть один плавец получится. Как будем переправляться? Сейчас придумаем. Научим их плавать и переплывём. Я думаю, что... Эй, тут какой-то механизм. По собачьей они смогут. Что-то всё работает. Лапками, лапками. Смотри-ка, генератор. Столкнём их в воду, захочат... Захотят выплывут. Ждите здесь. Да, а как я залезу? Не доберусь. Что-то нырнуть надо. О! Полено какое-то застрять умудрился. Генри, попробуй. Давай-ка я вылезу. А то сейчас акула какая-нибудь заплывёт. Ага. Поехали. Да, работает. И чё тут? О! Ни хрена, как я люблю. О! Ножницы? Здесь? И больше ничего нет? Хм. Ну, через эту дыру, наверное, зомбаки сюда ворвались и Ишу задницу надрали. А то он тут радовался, что у него один вход-выход, и его оборонять легко. Устроили ему, наверное, веселуху. По-моему, я, кстати, слышу зомбаков. На счёт. Подкрадусь его и въебу ему из дробовика. Он тут один? Сука. Не один. Ловите, дебилы. Ха-ха. Да, живь пока. Да, не ори. Пломбы вылетят. Живь-здоров, спаси, Христос. Правда, от болотной жижи прохватил меня понос. Чё тут ещё? Ну, щелкуны всё-таки как-то сюда пролезли. Наверное, в натуре провалились. Опять записочка. Ишь писать их не заёбся. Вчера я встретил людей, которые не хотели меня пристрелить. Даже удивительно. Мы поторговали и разошлись. Скажи, свои дороги. С ними были дети, очень напуганные. Надо сказать. Я чуть не рассказал им о своём логове, если они такие же, как и все остальные. А если... А знаете что? Мне плевать. На кой чёрт выживать, если даже анекдот рассказать некому? Завтра попробую их разыскать. Надеюсь, они пойдут со мной. Ишь. Он, походу, сюда привёл дохера народу. И, наверное, сейчас тут будет дохера зомбарей. Потому что кто-нибудь, да наверняка, сука, был заразный. Но вот уже двое. Правда, один из них в полицейской. Не даже в полицейской. Он в форме спецназа прямо-таки был. Анекдот, блядь, ему рассказать некому. Нихрена ты, Шура каретный. Плод маленький, бабки большие. Как говаривал Юрий Лоза. Скорей бы отсюда выбраться. Да не говори. Конечная, выходим. Посмотри, жив ли ещё генератор. Понеслась. Понесись. А. Ёпа. А я? Я тоже, знаете ли, туда хочу. Опять все ушли, а я сейчас, блядь, останусь тут огребать. Давай руку. Давай руку. Ну да, правильно. Давай руку. А вы крутые ребята. Мы с Джоэлом профи. Субтитры немножко опередили речь. Заспойлерили. Пассатижи третьего левела здесь. На двери нарисовали. Тут всё разрисовано. Замок. Дети, дождь, солнце. И там тоже. Тут чё, блин? Канализационный детский сад. Черепашка-ниндзя. Чёрт. Стоп. Звуковая ловушка. Что-что? Сигнализация такая. Я ничего не слышу. Раньше здесь кто-то жил. Но, похоже, уже не живёт. А, как тут можно жить? Хаос рулит. Нормально. Если считаешь, что здесь безопасно. Важно, пожалуйста, прочитайте. Убедитесь, что дверь закрыта. Спросите пароль. Если вы не знаете, кто пришёл. Что дальше написано? Нихуя не разберу. No shooting. Не шумите, наверное, и не играйте. И шумно не играйте. Бегите. Hitting spot. Не знаю. Бегите куда-то, когда вы... Когда тревога, короче. Когда тревога, куда-то там бегите. Убежище, наверное. Имеется в виду. Что это такое? Чур моё. Обрез. Так, кто у нас тут терминатор, суки? Я новый терминатор. Новое оружие. Каратыш. Хе. Каратыш. Бля, я думал, зомби стоят. Почему вы меня не подождали? Мины улучшены. Радиус поражения увеличен в полтора раза. Эй, Сэм. Встань как на воротах. Лады. Готов? Блядь, там было написано, не играть. Генри, ты видел? Да, обосраться. Ладно. Чёрный вратарь. Чёрный футболист. Чёрный вратарь. Это так... Извини. Так необычно. Обычно негры играют в нападении, потому что они быстрые. Самые крутые вратари всегда были почему-то белые. Оливер Канн, Фабьер Бортес. Фабьен. Петр Шмейхель и Киркасилис. Франческа даже, сука, Тольда. Хосе Луис Челавер. Ну, я бы не сказал, что он белый, но чтобы он негр, я бы тоже не сказал. А, Дида. Да, да, точно. Был чёрный вратарь крутой. Дида. Слышишь? Заражённые. Тихо. Яшин. Был белым. Минутка расизма. Что опять написано? Ну, опять то же самое, по-моему. Байкер. Там ещё трои идут. Как я рад. Опа, она. Живо. Ой, я ему ноги оторвал. Нихуя, Каратыш их. Каратыш их ушатывает лучше, чем... Быстриш. Надо идти вперёд. И надеяться, что этих тварей не осталось. Ну всё, на Каратыш нет патронов. Каратыш стреляет дробью. Походу, у них с ружьём одни патроны на двоих, что ли? Так, ружьё я прокачал, но оно по сравнению с Каратышом вообще ни о чёмное, по-моему. С двух выстрелов всех убивает. А чё, этот не обратился? Это у них тут чё? Они тут чё, мед варили, что ли? А, прачечная. Почему я всегда так плохо думаю о людях? Water rules. Правила... Вода правила, наверное, да? Или что там? Босс рулит. Вода рулит, хуй знает. Не оставляйте воду включенной, только... Only take what you... Берите только столько, сколько нужно. Не оставляйте... Чё-то там. Ну не знаю, что такое мес. Так, читать. Привет, Сьюзан. Хочу сказать, что с дождевыми баками ты здорово придумал, а нам больше не нужно ходить за водой. Теперь она всегда под рукой. Я даже дал детям водяные пистолеты и, разумеется, весь день ходил мокрый. Если тебе это не нравится, только скажи, я их отберу. Увидимся за ужином, предупреждая Кайл опять готовить свой мясной рулет. Ишь. Мясной пищащий рулет с хвостиками. Всё, ничего тут больше нету. Да, они тут нихреново обосновались, надо сказать. Ты даже дал детям водяные пистолеты, а вот этой водой они не могли из-за своих водяных пистолетов стрелять. Подумаешь, она немножко воняет. Хотя это тоже канализация, в принципе, стала, я уверен, чистой, потому что ссать и срать в неё стало практически некому. Все умерли, чувак. Так, что у нас здесь? Или кто у нас здесь? Никого. Это свинья или крыса какая-то? Что странно, я что-то трупов детей не вижу. Я думаю, что вот они. Видите, торчат кеды, кроссовки, кеды. Накрыты. Их убили, видимо, когда стало совсем херово. Мы в ловушке, со мной остались только малыши. Всех остальных, похоже, убили. Заражённые ломятся в дверь. Не знаю, сколько мы продержимся. Если Иши и остальные всё-таки живы, может быть, они нас спасут. Если нет, я сделаю всё быстро, Кайл. Который дал ему длинные пистолеты. Да, Кайл. А где ж твой пистолет? Или ты всё быстро сделал руками? Да, печали в этой игре хватает. Она вообще какую-то тоску нагоняет, депрессию. Деток жалко, типа. Выход мы, видимо, отсюда не скоро найдём. Смотри, может, это выход? Может быть. Высоко. Не подсадишь. Поищем другой способ залезть. Да заебали они что, везде это сделают? О-о-о! Поменяемся партнёрами. Я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Да, непонятно, как она работает. Шутковато. Да. Знаю, как всегда. Что? Она не поддаётся. Скорее уходить отсюда. Цеп. Будь рядом. Генри, сваливаем к чертям. Береги его! Ну! Или посмышлённей. Я бы хотел остаться с ней всё-таки. О-о-о! Ебать, пятеро! Это то, что называется пиздоферсом. Интересно, зачем тут вот эта стальная переборка, в которой такие окна, сука? Чтобы вода всё равно через неё просачивалась. Попробуем поискать выход, хорошо? Да, мы попробуем поискать выход, но сделаем это уже в следующей серии, потому что... Ну, час прошёл! Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И будем надеяться, что всё кончится хоть каким-то хэппи-эндом. Субтитры создавал DimaTorzok